наши приключения продолжаются сегодня замечательная погода солнышко и прям тепло тепло наконец-то мы дождались эту погоду и мы даже нашли остановку легко и просто я теперь прямо тут это google map на ножках но мы опять попали в переделку дождались автобуса входим в автобус а нам мы так мило заявляют что без масок но но не заявляют все в масках во-первых он заявил ты просто его не поняла это я поняла она не понимает испанцы она она но испанский это я испанский в общем нам пришлось выйти они говорят пошли в номер за масками я буду я у меня маски в сумке лежали я говорила носить но нет мама самая дева замолчи но я выложила никто же не ходит масках зачем их таскать с собой в сумке вы же понимаете девочки выложила не слава богу нас тут прям на остановке фармация зашла я в фармацию взяли две маски на всяк две маски стоят евро 25 мыслимо вообще масочки дорогие что за масочки такие обычные вот масочки евро 25 за 2 но ничего опыт это кто дитё ошибок каких-то там до тупых вот как у нас тупые ошибки но ничего мы ждем следующий автобус а то мы уже в масках масках вот на телефоне я себе забила что мне нужно в гандию поближе к дому бурджа покажу на телефончике буду знать какая-то остановка здесь остановка номер 26 вот 26 вот так так что начинаем наше веселое путешествие в гандию до связи мы все-таки поехали мы проезжаем плантации цитрусовых вот это все цитрусы целые поля как у нас кукуруза тут апельсины пожалуйста вам хочешь ананас хочешь ананас а вот прям целые сады вот это все полностью апельсины красивые деревья ухоженные продолжаем нашу поездку так остановка номер 32 хорошо вот такие улицы красиво все ярко так зелено так фиксируемся мы выходим чтобы попасть в замку бурджа нужно выйти на 33 остановки так фиксируем показываю вот она 33 потом идти прямо налево и право но нам так показали идем прямо потом налево он там есть переход сейчас все найдем сейчас все найдем спокойно чтобы это мы что-то не нашли то сейчас все найдем главное запомнить номер остановки 33 которая будет напротив это значит остановка домой обратно она уже будет не 33 у нее уже будет номер какой-то другой 4 4 4 вот понятно вот напротив остановка 4 чтобы потом добраться сейчас фоткаем чтобы доехать обратно то есть видите очень удобная система с номерами кстати нам бы они переход нам бы тоже не помешало такую систему налево а потом опять прямо вот там опять прямо а там или здесь прямо не наверно там ну хорошо сейчас дойдем куда-нибудь сейчас спросим в общем такие дела такие дела идем посмотрите какая чудная голубочка полностью полностью беленькая ой какая лялечка красоточка вот такая хорошая продолжаем наши приключения по ганди так еще спросили у молодого человека восточной национальности говорит еще дальше идите окей идем идем прикольная кстати испания такая она красочная она такая колоритная такая ну мне нравится честно так мы нашли замечательную такую площадь про которую говорят что одна голова хорошо а две головы еще лучше две головы в отличие от кракова эти головы видите не лежачие стоячие головы одна голова и вторая голова площадь головы да но такое не забудешь две такие головы площадь что я здесь площадь голов и посмотрите какая прелесть здесь какой-то храм эти какой-то костел или храм что-то такое да какой-то храм вот такая площадь чудно и головы так смотрите смотрите ведь этот франциско де борджа это же основатель семейства борджа понятно да слушайте мы попали судя по всему да ну да вон билеты продают фу мы пришли аллилуйя надо было сразу объяснить там где две головы стоит мы бы сообразили понятно значит зайдете на площадь на которой две головы вот эти потом вот такой вот храм это и есть вот этот дом этих герцогов герцогов по моему да они герцоги были борджа все заходим ура я нашла ну вот отправляемся отправляемся и и поднимаемся на второй этаж и 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 дат смотрите это чья-то спальня чат это это наверное герцогини спальня вот ее слепок посмертный а может герцогно насастый эти корона есть мой какая кроватка неудобно и те какая скромная кроватка стульчик вот и кувшин для умывания вот так никаких тебе тут излишеств так жили герцоги понятного а это смотрите тут закрыт вход но мы можем вот так заглянуть тоже наверное для молебен или что-то такое видите какая красивая комната тоже вся золотая ведь она вся золотая прям ляпота идем дальше он герб смотрите какой-то наверное это какой-то герб ой смотрите внутренний двор вот сюда мы заходили ответе лестница вот туда мы заходили это же не тот дом который я сначала вам показала мы же зашли то не тот потому что было еще пройти чуть-чуть там буквально 20 метров но слава богу нашли вот видимо плитка оригинальная с тех времен вот это центральная лестница но заходить на нее нельзя видите закрыта там заходить вот что боковую дверь так идем дальше идти куда не надо все закрыто там все закрыто вот еще один ведь это уже закрытая часть я покажу вот зал и туда лестница дальше то есть такой себе не маленький домик конечно идем дальше балкон смотрите герцог здесь мог вечером кофеек попивать или что в испании пили вино вину наверное пили в испании да смотрите и любоваться на свой дворик хорошо вот здесь смотрите какая красота кто бы вам это еще показал мои хорошие посмотрите такие стульчики да смотрите какая прелесть мне стульчики очень нравятся вот эти а вот смотрите наряд видите местного хозяина наряд какой был вот вот он молится видать а вот мадонна так вот дальше идем вот даже карта есть кстати какая-то палаца видимо палаца дукал палац палац палаца палац и удукал навека да вот тут план видите палатцы палатцы называется это палатцы вы будете искать ищите палатцы у борджа палаццы Ой, смотрите, как классно. Еще одно помещение. Сейчас покажу взагали. Видите, взагали. Вот такое взагали. Вот оно взагали. А хотела показать, какие интересные окна. Вот сделаны как бы двери. Так, да, вроде как. И окошки. Видите, как окошки? Открываются окошки. Вот тут ключик такой. Вот ключик такой. И тут тоже балкон. Это дверь на балкон. Там балкон, только окна у них не помытые. Часы. Старинные часы. Еще идут. Старинные часы. Свидетели чего-то там. О, какая лепнинка, да? Нынче это уже не модно. Ну, конечно, так. Производит почти. Это называется зал Орлов. А, это зал Орлов, Аня говорит. Дешево. Видите, сколько Орлов. Вот это все на лепнине, там Орлы. Сейчас я увеличу. Это сусальное золото. Сусальное золото, Аня. А, это тебе говорят в ухо? Да. Вот, Аня подсказывает. Аня, рассказывай мне, что говорят, а я буду передавать. А то неудобно, когда мне ухо говорит, я не могу слушать и говорить. Смотрите, и вот такие же балконы выходят по всем стенам. Тоже такой же балкон, видите? Вот тоже балкон, и такие вот двери на балкон. То есть везде, вот так по всей комнате, такие балкончики. Классно. А вот, кстати, это посуда. Наверное, серебро. Ну, что они, дураки из алюминия есть. Зеркало. А вот, смотрите, комод. Наверняка тут какие-нибудь ценные сережки хранились, да? Ценные. Столик, сточки. Вот так вот. Вот так вот. Видите? Тут идет экскурсия. Мы идем дальше. Так, следующий зал. Чтобы не мешать, пойдем. Смотрите, а здесь галерея хозяев, понимаете? Смотрите. Галерея хозяев. Вот. Еще один балкон. Стульчики. Вот. Какой хозяин. Хозяин. Вот. Что тут еще что-то такое? Смотрите, какие-то... Что-то я не пойму, что это такое. Но, наверное, что-то... А, застекло. Видно вам застекло? Непонятная штука, что это такое. О, Йорик. Смотрите. Про Йорику. А при чем здесь Йорик? Мне просто интересно. Нет, это, наверное, не Йорик. Видите, это коронованный череп какой-то. Коронованный череп. Ну, все равно. А, вот написано, что это. Вот кто. Понятно? Мне не понятно, но, может, вам понятнее. А сейчас смотрите, кого еще покажу вам. Это какой-то монах, видимо. Видите, монах показывает книги. Вот. А сейчас мы с вами зайдем в золотой зал. То есть вы должны понимать золотой от слова золото. То есть он реально, это полностью золотая галерея. Вот. Ну, отколупывать не будем. Мы люди приличные, да? Просто смотрите и восхищайтесь. Шайки. Шайки. Я вам засыпаю, единочок. Паплива, если. Вот там есть выход на крышу и подвесной мост. О, супер. На мост нам надо. Смотрите, какие часы. Он далеко, туда я полюс. Да. Ну ладно. Может попробуем? Вот как красиво. Видите, как жили люди. А, здесь мы, по-моему, заходили. Это золотая галерея. Это золотая галерея. Это золотая галерея. Сейчас покажу потолок. Показываю я потолок. Постоянно показываю. Видите, какой расписной потолок. Разные библейские истории, видимо, изображены. Видите, портреты разных, видимо, хозяев во разные времена. Вот такая галерея. Видите, у меня от этого золота уже в глазах рябит. Как-то многовато золота. Сейчас покажу. Ух ты. Сейчас покажу. В общем, эта красота, но стоила на двоих с гидами. Мне можно было брать один гид, судя по всему. 14, да, 14 евро. Да, можно было брать один гид. Ну, ладно. Чего ж жопствовать? Мы люди не жадные. Смотрите. Это на пользу, на развитие истории Испании пойдут денежки. Красиво. Ну, красиво. Что там говорить? Красиво, учитывая, какие это были времена. И смотрите, мы выходим на такую террасу. Ух ты, мост тут такой. Сейчас я вам покажу. Смотрите, дом вот такой расписной. Тут солнышко, конечно. Ну, смотрите уже, как видно. Что могу показываю, мои хорошие. Что могу. Кстати, экскурсия закончилась. Да? На этом экскурсия закончилась. Видите, в этом гиде. Вот такой дом. Дальше же некуда. Только на крышу. А тут, видимо, школа какая-то, вы знаете. Потому что что-то дети шумят. Похоже, что это какая-то школа. Испанская. Да, вон там детвора кушает. Там у них столовая, небось, внизу. Смотрите, видите, испанская детвора. Смотрите, прямо во дворе этого палаца бурджуа. Школа. Наверное, какая-то католическая школа, похоже. Католическая школа. Могут католические. Потому что. Это же Испания. Могут просто использовать здания. Ань, ну в Испании школы католические. Сейчас покажу вам мост. Смотри, на этот мост можно выйти. И он, кстати, ведет в какой-то аттракцион, по-моему. Мы сейчас найдем. Вон там горы. Вон там мост. И он ведет на какой-то аттракцион. Вот там, видите, аттракционы. Вот там. Видишь, еще тут. Вот там. Не махай пальцами мне перед камерой. Вот там аттракционы. А здесь детский школьный стадион. Да, это школа. Школа находится. Это, по-моему, мимоза дерева называется. Школа находится прямо вот на территории этого палаца. Вот так вот. Не буржуи живут. А все для детей. Вот что значит все для детей. Палац тебе. Все в сусальном золоте. И тут, пожалуйста, школа. Вот молодцы. Я же говорю, мне Испания нравится. Вы понимаете? Смотрите. Дети сразу приучаются к культуре. Это я понимаю. Так, ну что, идем назад? Так, ну круто. Ну, я так понимаю, этот палац, это главная достопримечательность этого города. Ну, такая главная. А остальное мы уже будем смотреть по ходу. По ходу пьесы. Из-за чего мы сюда приехали, собственно говоря, посмотреть этот дворец, мы сделали. Так что, ура! Ура! Теперь на выход. Так, теперь на выход. Теперь на выход. Чихо. 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 Деланте на Илесе, que есть эта сеньора, по ламитра и по ламитра, по ламитра и по ламитра. Аня, надо сфоткаться же. Мы, похоже, пропустили один зал. Смотрите. Что? А, макет. Тут, в общем, макет этого дворца. Вот видите, как выглядело? Вот так. Посуда. Посуда. Из какой посуды ели, значит. Ели. Вот из какой посуды. Видите? Вот тут кофе пили. Все такие маленькие. Боже, сколько что-то можно выпить. Вот. О, музыку включили. Вот макет. Видите? Видите, всего дворца, видимо, или что-то такое. Вот видите. Вот. Вот какой. Ну, это, наверное, один дворец. Это, похоже, прям город. Тут прям много всего. Кувшины. Так, мои хорошие. Ну, вы же понимаете, с вас лайки. Если вы это смотрите, не поставили лайк, ну, то это вы просто вообще. Поэтому ставим лайки. Смотрите, как я стараюсь для вас. Лайки, лайки ставим, ставим. Видите? Смотрите, поставлен здесь специально большой крас. И такой, как бы, 3D, да? Как попадаем 3D в ту реальность, как это было. Давайте посмотрим. Да, посмотрим кино, как это было. Так, отрусинки назад. Смотрите. Почувствуйте себя в Испании 15 века. О, ну, не совсем 15. О, как это сейчас, видите? Сейчас ездят машины, а тогда это выглядело так. Это на тех же местах. Да, это те же места показывают. Видите, как это было, а потом, как это стало. Покажу вам. Вот, видите. Современный город и старинный вариант. Старинный вариант. Тебе авторские права за музыку не влепит? Не знаю. Надеюсь, нет. Музыка старинная. Какие тут авторские права? Какому-нибудь придворному музыканту должны. Не знаю. И что-то в современности потом переделать. Не знаю. Аня, это... А мы сейчас знаете, как сделаем, мои хорошие? Я сейчас беру звук, но вы не обижайтесь, хорошо? А, это не звук, это яркость. В общем, ладно, рискуем. Рискуем. Тут музыка очень тихая, кстати. Смотрите. Прикольно, да? А, хорошо сделано. Видите, большой экран, можно посмотреть. Целый мультик. Так, ладно, хорошего понемножку, а то действительно еще скажут, что я что-то нарушила опять на ютубе. Так, дальше продолжаем. Посудка. Смотрите, местная посудка. Посудка. Не хочется такое видео, классное. Жалко будет, если монетизацию снимут. Ну, что это в самом деле. Так, вот такая посудка. Смотрите, классно. Да, и плитка. Смотрите, какая плитка. Видите, сразу видно, что это... Значит, герцог тут живет. Видите, с коронами. С коронами. А вот еще какая посудка. Видите? С какой-то дамой. Так, вы видели, какое-то... Это 15-й век, конец 15-й. Фин, финал, 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 на конец, да? А это С. Я не знаю, либо начало, либо середина 15-го века. Что-то такое. Тех... Ну, вполне нормальная посуда, да? Для 1400 какого-то года. Это так очень даже. Смотрите. Такие плитки. Это уже, значит, 17-й. Это 17-й век. Видите? Это уже оригинал. 17-й век. Круто. Это же каждую вручную разрисовывали. Да? Это же сколько нужно рисовать. Так. Вот какие-то таблички такие. Красивые. Не, ну круто. Вот видите, тоже такая же, вот такая же корона. Вот эта местная вот корона, она вот так изображалась. И такие же короны, кстати, и вот здесь на полу. Тоже. Дабл короны. Видите, все, дабл корона. Это 1494-1511 год. Ну да, двойная, да. Двойная корона. О, как. Все, идем дальше, мои хорошие. Видите? А я уже думала, все посмотрели. Но на выход. А вдруг мы еще что-то увидим? Смотри, видишь, мы зал пропустили. Какой интересный, между прочим. Идем. Так, а мы этот зал видели? Мы сюда заходили. А, это мы сюда заходили, да? Да, мы сюда заходили. Ну, у меня же компас со мной. Мой компас. Так, осторожно смотрим под ноги. Лестница крутая, кстати. Да. С больными коленями здесь нелегко. Потому что ступенечки не самые удобные. Здесь, кстати, есть лифт. Понятно? Есть лифт для тех, для пожилых сеньор и сеньорит. У которых ножки Бобо. Для них лифт сделан. Вот так вот. И жрю все для людей. Почему вот так? Под углом. Ага, да? Ну да, лифт под углом. А, подожди. Ступеньки. Ступеньки, вот они, говорит, не прямые. А так, чтобы... Вот они, вот видите, они тут под углом. Вот так вот, под углом. Угу, понятно. Ну вот так. Спускаемся. Смотрите. Этих перил касались руки герцога. И мои теперь. О! Идем, идем. Так, где моя Аня? Аня, где моя? Я без нее никуда. Ага, Аня. Наверное, вышла. Ой, солида. А, солида, это, наверное, конец. Солида. Или выход. Энтрада, начало, вход. Начало, да? А солида, значит, конец или выход, да? Смотрите. О, сейчас я вам покажу. Я вам сейчас покажу. Посмотрите. О, такой тут у нас красивый, значит, что это такое. Герб, герб. Видите? Вот так. И этот надо снять тоже. Вот, значит. Аллилуйя. Мы это сделали, мои хорошие. Мы это сделали. Я вам сейчас покажу, как это смотрится снаружи, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, куда нужно заворачивать. Потому что это немножко эту площадь нужно пройти чуть-чуть дальше. Вот там, где мы стояли, площадь двух уголов, да? Это чуть-чуть дальше площадь. Там еще проходишь как-то чуть-чуть. И тогда вот в этот вот этот палац. Понятно? Молодцы. Мы нашли что-то вроде салона свадебных платьев. Ну, или вообще платьев. Видите? Вот там вот такие всякие красивые платья. Очень красивые платья. Смотрите, какие платья. А, не капает на голову? У меня ничего не капает. Идем дальше. Идем дальше. Будем бродить по этому. Слушайте, город интересный. Вот вроде как он и старенный, и современный. А все равно вот этот, понимаете, ощущение вот этого вот старины. Хотя город-то современный на самом деле, да? Потому что изначально это же была деревушка, да? Потом ее переделали в курортный город. А где? Но все равно вот эта вся стилизация, ты чувствуешь себя в такой какой-то исторической Испании почему-то. Ну, в общем, не знаю. Может, у меня без привычки, но мне очень нравится. Кстати, магазин сумок. Какая прелесть. Видите, ремонт. Кафешечка. Посмотрите, видите, везде вот этот знак короны, вот этой дабл короны. А вон тоже кафешка впереди какая-то. А сейчас зайдем, что-нибудь поглядим, Саня. Продолжаем бродилку. Напоминаю, мы в городе Гандия. Тут, видимо, какие-то торговые ряды. Ой, смотрите, все по 10 евро. Погнали? Погнали. Да, погнали. Это типа нашей пятерочки. Погнали. Погнали. Погнали.